Жители пятиэтажки на улице Кузнецова на холода в целом не жалуются. Как правило, зимой в квартирах тепло. Иногда шутят, как в тропиках. Но обычно за услугу всегда платили плюс-минус одинаково. И неприятно удивились, получив две квитанции. Не только от филиала ПАО «Т-Плюс», но и с корректировкой от «Ивгортеплоэнерго». Когда получила «Ивгортеплоэнерго» в феврале квитанцию, удивилась. У нас обычно в нашу сторону отрицательные показания бывают. Но, да, и я ждала, не оплачивала. Почему? Потому что проверить правильность начисления и куда и как платить. Напомню, что с июля 2021 года единая в городе теплоснабжающая организация – филиал ПАО «Т-Плюс». До этого теплом «Ивановцев» обеспечивала «Ивгортеплоэнерго». От них и до начисления за первое полугодие прошлого года. Потому что зима была холоднее, грели активнее, потребляли тепловой энергией сверх норматива. Еще в текущем феврале глава региона поручил энергетикам отозвать квитанции и разобраться в ситуации с выставлением счетов. В госжилинспекцию региона поступило не одна сотня обращений от жителей, просьбы проверить законность подобных перерасчетов. Цифры инспекция изучила. Все посчитано правильно. В ходе данных проверок по корректировке службы нарушений выявлено не было. В том числе по расчету объемов, которые применялись при этих корректировке, по общедомовым приборам учета, которые установлены в этих многоквартирных домах. Проверялись как города Иваново, большой поток был обращений, так и по Ивановской области с других городов. Уже в марте жителям начнут приходить новые квитанции, где будут учтены корректировки сразу двух компаний за 2021 год по отоплению. Обе будут находиться в одном конверте. Учитывая сложившуюся ситуацию, принято решение тем, кто получил положительную сумму корректировки, предоставить рассрочку. Рассрочка предоставляется в квитанциях равными долями в течение 12 месяцев без взимания процентов. Сейчас Марина изучает новые квитанции. Говорит, удобно, что в них все подробно расписано. А еще в квитанции «Ивгортеплоэнерго» рассчитан ежемесячный платеж. В ее случае общая сумма перерасчета – 3900 рублей. Но если разделить ее на 12 месяцев, выходят не такие уж астрономические цифры. Мне нравится рассрочка. Здесь все написано, что, как. У меня рассрочка – 325 рублей 0,1 копейка в месяц. 12 месяцев мне дают, чтобы я имела по своим возможностям оплатить. Я так думаю, что я ей воспользуюсь. Уже оплаченные ранние квитанции будут учтены, а частично оплаченные платежи скорректированы. Выплачивать сумму перерасчета можно вплоть до 10 марта 2023 года. Квитанция от ПАО «Т-Плюс» Марине и вовсе пришла с отрицательной корректировкой за второе полугодие 2021 года. Минус – почти 2500. Поэтому в марте по текущему счету она вообще ничего не будет оплачивать. А в апреле – почти в половину меньше от привычной суммы. Отрицательную корректировку от теплосбытовой компании получат 95% жителей. Наталья Сергеева, Максим Шишкин, телекомпания «Барс».